Начну я с Харьковского направления. Там враг продолжал активные боевые действия. В общей сложности произошло 9 столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов. Тихая, Волчанск, Глубокая, Старица и Сотницкий, Казачок. Далее говорим про Купинское направление. Количество вражеских атак за сутки там возросло до 7. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового, Песчанова и Стельмаховки. Далее говорим о Лиманском направлении. Наши войска отразили там 14 атак оккупантов. В районах населенных пунктов Грековка, Невская, Макеевка Луганской области и Терны Донецкой области. На Северском направлении силами обороны отражено 7 штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области. Далее говорим о Краматорском направлении. Силы обороны пресекли 11 попыток противника прорвать оборону в районах Богдановки, Григоровки, Белой горы, Андреевки, Веселого и Временного Яра Донецкой области. На Терецком направлении при поддержке авиации враг совершил 19 атак неподалеку от населенных пунктов Делиевка, Южная, Северная, Терецкий, Нью-Йорк. Далее смотрим на шестой слайд. На Покровском направлении нашими защитниками отражено 43 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов. Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Калиновая, Тимофеевка, Новоселка Первая, Яснобродовка, Карловка, Уманская, Донецкой области. Где захватчики при поддержке авиации пытались выполнить штурмовые действия, точнее при поддержке авиации пытались штурмовать наши позиции, но не получилось у них этого сделать. На Кураховском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Нитайлова, Георгиевка, Красногоровка, Поросковиевка, Константиновка. Где девять раз враг пытался прорвать оборону наших войск. В Ремьевское направление, там агрессор совершил десять штурмовых попыток на наши позиции возле Водянова, Константиновки, Урожайного, Ровны, Новоселки и Макаровки Донецкой области. Активно действовала вражеская авиация. Сбросили 14 управляемых авиабомб и нанесли три авиаудара нарами. На Гуляйпольском направлении выпустил противник 18 неуправляемых авиаракет в районе Млечного Запорожской области. На Ореховском направлении произошло девять боевых столкновений в районах Малой Токмачки, Работина, Новоандреевки, Щербаков Запорожской области. На Приднепровском направлении нашими защитниками отбито четыре атаки врага в районе Крынок. Потери позиций не допущены. Продолжение следует...